Всем привет! У нас просто отличная погода. 10 градусов, сейчас 17 часов 20 минут. Просто вот чувствуется сезон, проходит, приходит уже всеми стопами. То есть ночи не такие холодные. И, соответственно, день очень жаркий, и на этой неделе будет еще жарче. И это, несомненно, круто, но как-то лично для меня, по крайней мере, очень коротко прошел период кручения на станке. И сегодня я хотел как раз поговорить о таком виде тренировки или поддержки тренировки, как станок, который определенно важнее для большинства моих подписчиков, чем для меня самого, так как вы слышите, видите, все растет, все зеленеет, и уже можно будет кататься на улице. Конечно, бывают дожди, неприятная какая-нибудь ситуация на дороге, не знаю, слякоть и так далее. Станок выручат с вентилятором, но в основном сейчас я уже смогу кататься на улице. В том числе всем тем, кто думает о том, что станок это типа там для профессионалов, и забрел на мой канал, потому что думал, что это канал какого-то, не знаю, человека, который постует свои видео о покатушках на даче, не знаю, за пивом там или что-то такое, то нет, у меня цели, к сожалению, или не к сожалению, немножко отличаются от ваших представлений. В том числе те люди, которые зашли на мой канал, увидели фокус из Алко-Макс и подумали, что тут какой-то монстр, который тренируется на Tour de France и имеет время выпускать столько видео в неделю, отвечать на столько комментариев и вопросов, то нет. Тоже спешу вас разочаровать, канал всего лишь об амбициозных спортсменах, любителях и ближе к теме. Станок. Мое мнение за тот небольшой промежуток времени, который я успел провести на нем, по сравнению, естественно, с роллером, а не с улицей. С улицей, в принципе, тоже могу привести в пример. Я катаюсь круглогодично. Станок определенно позволяет раскрыть потенциал свой дома лучше, чем в самых каких-то неприятных условиях, когда ты больше думаешь о том, как бы что-нибудь там, какую-нибудь конечность не отморозить, как бы не подскользнуться, тем более. Такие опасные ситуации. Вот. То есть дома все это отсутствует, тебе и сокращается до минимума, то есть до нужды просто вот... То есть тебе нужно просто выкрутить педали, и все будет. Да? То есть все остальные факторы, которые мешают, все они элиминируются, и это определенный плюс тренировки дома в плохие погодные условия. Но по сравнению с роллером, окей, я проехал пять часов на станке за раз. В принципе, было вполне нормально. Я не смог бы проехать то же самое время на роллере, я думаю, потому что на роллере нужно все-таки очень сильно балансировать, и тем самым тратится очень много энергии. Пять часов на роллере – это вообще жесть, конечно. Определенно возможно, в том числе паузы делать, но все-таки жесть, и я не знаю для чего. Это, возможно, ментальная тренировка, да. Но, да, вот станок, конечно, тратит... экономит, наоборот, энергию, которая тратилась бы на роллере, на балансировку, и в этой связи определенно лучше. Минус, который я назвал бы, это положение, да, положение на велосипеде. Ты больше... у тебя больше риск заснуть, как бы, за рулем, так сказать. То есть не встать вовремя, потому что все-таки вставать на станке и вставать на роллере – это совсем разные вещи. На роллере ты чувствуешь себя реально, как на настоящей дороге. То есть ты можешь даже спринт запустить такой, конечно, не такой, как, не знаю, Марсель Киттель там пускает, что велосипед в раскорячку уходит. Но все-таки можно будет подвигать велосипедом под собой. А здесь как бы не совсем это естественно происходит, и делается это не всегда охотно, и поэтому забывается. В том числе вот позиция, да, то есть распределение веса из-за этого происходит не совсем корректно, и руки могут засыпать. Поэтому следите за тем, чтобы даже на станке, если у вас существует такая проблема, одевать перчатки с гелевыми проставками, либо заматывать руль с обмоткой, со вставленными гелевыми подложками, подставками, да. То есть вот это определенный момент, который я бы назвал минусом при станке, но также плюсы, то есть ты можешь реально смотреть телевизор, потому что можешь больше концентрироваться на других вещах. Опять-таки я обыграю тему отсутствия нужды балансировки, то есть ты можешь пить водичку, поставить себе ее на стол, ни о чем не заботиться, ты не упадешь на станке, да. И это определенно значительный плюс. Но, как вот я уже минусы сказал, разучиваешься ли ты держать баланс на настоящем велосипеде, не могу сказать, потому что я катаю, как вы видели, на работу, не разучиваюсь балансировки на велосипеде, поэтому не могу сказать, разучиваются люди, в принципе, которые чисто на станке катаются. Это, возможно, было бы минусом. Но так, в принципе, советую выбирать все-таки какие-то решения для домашних тренировок. Дом может быть и какой-то спортзал, не обязательно свои четыре стены. Да, то есть поддерживать форму, это точно то, что вам поможет в новом сезоне, потому что восстановить форму, естественно, легко, если на прежний уровень, да. Но зачем тратить этот лишний, лишний пару недель, возможно, месяцы, если вы пореже катаете, если вот можно форму зимой поддерживать или даже развивать. И это все на сегодня. Если вы что-нибудь услышали, тема вам понравилась, можете прокомментировать свой опыт использования станков, роллеров, что нравится больше вам, какие решения вы предлагаете для зимы. В том числе будет интересно, чисто для меня продолжается ли зима у вас, и когда вот сезон, в принципе, вы собираетесь начать. Можете написать об этом в комментариях. Спасибо за внимание. До-до.